Наверное, вы не раз видели аквариумы без грунта. Нередко они выглядят очень эффектно. Их дно по желанию украшается камушками, декорациями и аквариумными растениями, которые продаются в горшочках с уже имеющимся грунтом. Горшочек помещается на дно, и растение чувствует себя прекрасно. Однако в мире аквариумистики отсутствие грунта считается дурным тоном. Грунт выполняет не только эстетическую функцию, но и помогает воссоздать естественные условия обитания рыбок. Перечислим его основные функции – поддержание биологического равновесия, регулирование биологической регенерации всей аквариумной системы, создание благоприятных условий для нереста, грунт необходим для содержания рыбок, которые в поисках корма предпочитают копаться на дне, грунт необходим для крепления корней растений, это питательная почва. Начинающий аквариумист может удивиться, каким образом гравий или песок становится почвой для растений и как с его помощью наладить биологическую регенерацию системы. В полых участках между частичками грунта скапливаются остатки пищи и экскременты рыб, и эта органика минерализуется бактериями, обеспечивающими подкормку растений. Колонии нитрифицирующих бактерий обеспечивают биологическую фильтрацию аквариума, а функция механического фильтра обусловлена оседанием крупных, загрязняющих воду частичек на дне. Некоторые виды грунта даже могут выравнивать важнейшие характеристики воды, такие как pH и жесткость. Кроме питания, корневая система растений нуждается в постоянной циркуляции богатой кислородом воды. Для создания таких условий лучше всего подойдет мелкий гравий, диаметр частичек которого варьируется от 1,5 до 6 мм. Ни в коем случае не используйте в качестве грунта мелкий кварцевый песок, он будет лежать плотным ровным слоем и не корням растений дышать. Многие начинающие аквариумисты укладывают на дно обычный речной песок, взятый с ближайшего пляжа. Он может подойти, но его качество зачастую не удовлетворяет требованиям. Это может негативно сказаться как на здоровье рыбок, так и на всей системе аквариума. Поэтому приобретать рекомендуется уже готовый продукт, прошедший специальную обработку. То, какой лучше выбрать грунт, в том числе зависит и от вида рыбок. Некоторым необходимы участки песка, Что касается цвета, выигрышным вариантом считается темный грунт. На его фоне обитатели смотрятся более эффектно. Кроме того, они чувствуют себя спокойнее, а корневая система растений лучше прогревается. Зоомагазины предлагают широкий ассортимент цветного грунта, однако не рекомендуется укладывать им все дно аквариума. Яркие цвета отвлекают внимание и способствуют возникновению стресса. Но чередование темного и цветного грунта позволит оживить пейзаж без нанесения неудобств его обитателям. Для чувствительных к характеристикам воды аквариумных рыбок грунт необходимо подбирать более тщательно. К примеру, хороциновые рыбки предпочитают мягкую воду. В ней не должно быть содержания известняка, мрамора и других аналогичных пород. Готовый грунт, приобретенный в зоомагазине, перед помещением в аквариум нуждается в простом ополаскивании от пыли. Любой другой должен быть тщательно обработан. Сначала он промывается, чистым считается тот, при перемешивании которого вода остается совершенно прозрачной, а затем дезинфицируется посредством кипячения. Не забывайте, что толщина слоя грунта составляет от 3 до 8 см. Укладывайте его с уклоном от задней и боковых стенок аквариума к передней. В этой свободной от растений области будут скапливаться основные загрязнения, которые вы сможете легко удалить. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.